Всем привет! Сегодня мы производим чистку опреснителя. Опреснитель у нас пластического типа. Сейчас я расскажу вам своими словами, как он устроен. Опреснитель состоит из испарительной и конденсаторной части. Верхняя часть это конденсаторная часть. Здесь заходится бортная вода, охлаждают пластины, а через это относится выходит. Здесь находится конденсатная камера, из которой дистилатный насос откачивает уже пресную воду в танке, в которых у нас хранится пресная вода. А это и дистилатный насос. Это вкратце рассказал про конденсатную часть опреснителя. Теперь переходим к испарительной части. Нижняя часть это испарительная часть. Здесь у нас расположен вход горячей воды, охлаждение зарубашечного пространства главного двигателя. Через это отверстие у нас поступает питательная забортная вода, которую мы, собственно, испаряем, конденсируем и откачиваем наши танки. В крышке между испарительной и конденсатной частью установлен гемистик. Через него проходит пар от испарительной части конденсат. Через это отверстие эжектор откачивает так называемый рассол. Уже непосредственно за борт. Так, пацаны, моют пластины. Это пластины от конденсаторной части. Моются они, в отличие от испарительной части, легко. С помощью моющего средства, щеток или губок снимается просто на лед или протирается в метр, и пластины готовы. Это прижимная плита, которая прижимает пластины опреснителя. Она очень тяжелая. Здесь она плита около 100 кг. Это лежат еще и грязные пластины от конденсаторной части. Пластины устроены таким образом, что они изолированы друг от друга. Вот, например, через эту пластину будет поступать конденсат в конденсатную камеру, а через эту проходит забортная вода, которая охлаждает пар и конденсирует его. Когда будем запускать опреснитель, я расскажу за счет чего именно сюда поступает уже пресная вода. Здесь у нас химичатся пластины от испарительной части. Как закончим с конденсатной частью, приступим к мойке этой. Наполнили пластиковый обрез водой, положили пластины, налили химии, и подключили шланг в воздуховую бурлину. Тем самым химия будет убивать накипь с пластины. Химию используем в производстве юнгидор. Химия называется дискалинг ликвид. Это очень сильная химия. Перед тем как заливать эту химию, обязательно используйте резиновые перчатки, маску, респиратор. В общем, химия очень сильная. Будьте осторожны. 15-20 пацаны закончат чистить пластины. Начнем собирать. Включу камеру. А пока выключаем. Закончили мыть. Ставим последние три пластины. Не помню, сказал или нет. Пластины чередуются. Стоит одна для сбора дестилата. Дестилат при помощи вакуума засасывается по этим желудкам и попадает в камеру, из которой конденсаторный насос забирает уже пресную воду и качает наш танк. И эта пластина, которая по контуру уплотнена резиной, является уже непосредственно конденсатом. Через это отверстие заходит забортная холодная вода, заходит по этих желудкам, потом охладает фармокручка и образует конденсат. Ставим последнюю пластину замыкающую, затем поставим плиту и стернушим. Поставили плиту. Вот такой пакет получился. Рисунок должен получиться как пчелиные соты. Если вы видите, что рисунок неправильный, значит вы где-то ошиблись и вам нужно менять пластины местами. У нас вроде все хорошо. Сейчас промажем шпильки гризом. Рекомендую в данном случае использовать технический вазелин. Немного промазываем шпильки и гайки, затем начинаете отжимать. Сразу не сказал, перед тем как мы начали отдавать гайки, мы замерили расстояние от корпуса опреснителя до края пластин. Теперь нам нужно на точно такое же расстояние выжать эту прижимную пластину. Эпичная кэшпинка и шпильки и плитку. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Закончили отжимать конденсаторную часть, теперь нам нужно ее прессовать за бортной водой. Теперь запрессов отчаянно пробуваем воздухом пластины, чтобы не было капель воды. Мы уже открыли все клапана на эжекторном насосе, теперь запускаем насос. Пока что все хорошо. Сейчас добавим немного давления. Субтитры сделал DimaTorzok Вроде все нормально, протечек нет. Все, конденсатная часть готова, переходим к испарительной части. Закончили чистить пластины от испарительной части. Сейчас поставим правильную пластиную плиту и начнем обжимать. Так как это испарительная часть, то значит эти пластины нужно нагреть. Вода из высокотемпературного контура охлаждения проходит, греет пластины и выходит. Выглядит примерно так. Открыли клапан, начала поступать горячая вода, проходит по этим же лобкам, греет пластины и выходит обратно в систему. Через это отверстие, как говорил ранее, поступает питательная морская вода, которую мы оплесняем. Выходит она между пластин, в которых нет полного уплотнения по кругу, омывая остальные пластины. При этом она здесь греется и затем испаряется. Как это происходит, постараюсь показать чуть позже, думаю поймете. Сейчас обожмем и приступим к капрессовке. Закончили обжимать испарительную часть, теперь нам нужно ее опрессовать. Здесь все продули. Все можно все открывать вон. Сначала немного открываем выход, затем вход. И это мы открыли греющую воду. Температура поднимается, кроме еще. Пута горячая, значит вода проходит. И как видите, братец нет. Сейчас покажу как поступает питательная вода, когда вы производите чистку и опрессовку, этого делать не нужно, я сейчас просто покажу как выглядит эта пассажир. Запускаем из этого насос, протечек по конденсатной и испарительной части нет. В данный момент горячая вода проходит через пластины, пластины горячие. Сейчас откроем туда пеновую воду. Продолжение следует... Вот так питательная вода поступает на испаритель, омывает его и охлаждает. Вкратце, как работает, объясните. Эжектор создает вакуум, вода в вакууме при 45 градусах закипает, пар поднимается вверх, конденсируется в конденсатной части. Затем этим бестилатным насосом откатывается лукой пресная вода в пресс-водокран. Если есть вопросы, то спрашивайте. Как запускается отключитель, смотрите у меня на канале. Спасибо за просмотр. Всем спокойного моря. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok